Четырехлетняя Надя с упорством и энтузиазмом строит башенки и дома, а потом с недетской усидчивостью рисует. Это те немногие игры и занятия, которые ей разрешены. Она довольно часто болела гриппом и простудами, всегда очень сильно уставала. Но порог сердца врачи обнаружили только в феврале. Местный педиатр услышал в сердце шумы. Обследование в республиканском кардиодиспансере подтвердило опасения. Оказалось, в межприцерной перегородке девочки 10-миллиметровое отверстие. Обследование уже сделали. И обследование показало, что без операции нам уже никак не обойтись. Лечение уже не поможет, мне объяснили врачи. И операцию, конечно, желательно сделать уже в ближайшее время. Традиционное хирургическое лечение девочке в ее сегодняшнем состоянии противопоказано. Нужна не просто операция, а эндоваскулярное вмешательство. Лишь это позволит избежать осложнений. Надя готова помочь томские врачи. Мы связались с ними по скайпу. У Нади врожденный порог сердца. Большой дефект межприцерной перегородки, через который части артериальной крови попадают в правые отделы сердца, а затем в легкие, вызывая их изменения. И поэтому его обязательно нужно закрыть. После имплантации этого устройства сброс через дефект прекратится. Надя догонит в развитии своих свершников и будет здоровой. Но операция платная. Стоимость лечения 253 тысячи рублей. Для семьи Кузьминых сумма неподъемная. Часть перечислят читателей с сайта Русфонд. Часть несет благотворительный фонд. Остальные деньги могут собрать телезрители. Чтобы спасти Надю, надо отправить смс со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения всего 75 рублей. Такой будет, да? Что-то он где-то не так рост, да? Правильно. Вот так надо делать. После операции Надя Кузьмина начнет жизнь с чистого листа. Сможет бегать и играть. И будет готовиться к школе. Ольга Шкуратова, Анастасия Петрова, Андрей Малышев. Вести. Удмуртия.